Доктор Марк Вирклер является основателем Университета Христианского Руководства и известен своим революционным учением о том, как слышать голос Божий. Начиная с 1972 года, он обучал тело Христа на шести континентах о том, как жить, исходя из близости со Святым Духом. В этом курсе о заглавленном естественно-сверхъестественной мы изучим тайну славы Христа, живущей в нас, и рассмотрим, как мы можем позволить сверхъестественной силе Бога стать нашим нормальным естественным образом жизни. Это занятие номер два, заглавлено «Истина первая и вторая» о жизни естественно-сверхъестественной. Добро пожаловать на урок «Естественно-сверхъестественный». Давайте скажем «вместе». Я принимаю решение жить естественно-сверхъестественно. Когда Бог учил меня жить естественно-сверхъестественно, Он обучил меня четырем простым истинам. Истина номер один – «Все дело в Боге». Истина номер два – «Бог внутри меня». Истина номер три такова. Я живу в настрое на Его внутреннее присутствие. Истина номер четыре такова. Я высвобождаю Его присутствие, живущее во мне, и силу Божью. Давайте начнем с номера один – «Все дело в Боге». Откройте книгу «Бытие», глава 17, стих 1. «То, что Бог хотел показать мне, так это то, что Бог намного больше, чем я привык о Нем думать. А я намного меньше, чем я привык о себе думать. Давайте попробуем увидеть правильную картину Бога. «Бытие» 17, 1. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо Мной и будь непорочен». Я Бог всемогущий. О чем он говорит здесь? Говорит ли он о том, что обладает всей силой во Вселенной? Или же он говорит о том, что он и есть вся сила во Вселенной? Потому что если он обладает всей силой во Вселенной, он может поделиться ей со мной. Он может дать мне части этой силы, чтобы жить в моей жизни. Если же он есть вся сила Вселенной, и я хочу получить немного силы, тогда мне следует попросить его, чтобы он высвободил свою силу через меня. И это уже не что-то, что он дает мне. Это что-то, кем он является внутри меня и высвобождает через меня. Что говорит наша Библия? Имеет ли он всемогущество, или он является всемогуществом Вселенной? Он говорит, я Бог всемогущий. Не обладаю всемогуществом, а я есть всемогущество во Вселенной. Я говорю, ну что ж, это что-то другое. Потому что я вижу многих людей, выражающих могущество, и мне не хотелось бы думать, что это Бог, которого они выражают, потому что некоторые из этих людей весьма порочны. Итак, если ты всемогущество во Вселенной, что можно сказать о порочных людях, выражающих могущество? Говоришь ли ты мне, что это также ты? Я хотел бы, чтобы вы обратились к книге пророка Исайи, 10 главе. Исайя 10, стихи с 5 по 7. Мы прочитаем историю с двух или трех различных точек зрения. Речь пойдет о могуществе злого царя. Царя Ассирии. Это сильная нация, и они разрушали многие нации, включая Израиль. Итак, могущество порочного царя «Является ли оно могуществом Божьим?» Или это могущество сатаны? Или это могущество человека? Я бы склонялся к мысли о том, что это сила человека или сатаны. Но давайте прочтем историю. Это удивительная история. Бог говорит «О, Ассур, жезл гнева Моего!» И бич в руке его Мое негодование. Итак, он говорит, что этот порочный царь был жезлом Господа Всемогущего Бога. И он говорит «Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева Моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах». Итак, Бог говорит «Я повелеваю этому сильному и порочному царю». Хорошо, стих седьмой. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Итак, он говорит, что «Сирийская армия не намеревается быть жезлом в руке Бога». Он говорит, что «Они замыслили в сердцах своих разорить много народов». Стих седьмой. «Разорите и истребите немало народов». Они не воспринимают себя в качестве жезла в руке Господа. И я думаю, что это истина в отношении многих порочных людей. Они не видят, что Бог использует их. И дело в том, что даже будучи христианином, я не видел в течение долгого времени, что Бог использует силу злых людей. Давайте обратимся к 13 стиху. «Что происходит в голове и в сердце царя?» «Говорит ли царь, неужели я жезл в руке Господа?» «Не совсем так». Он говорит, «Силою руки моей и моей мудростью я сделал это». «Потому что я умен». «Переставлю пределы народов». «И расхищаю сокровища их». «Низвергая из престолов, как Исполин». И он продолжает в том же духе. Он говорит, «Все дело во мне». «Все дело во мне». Он не намеревается приписать что-то Богу. Он говорит, что «Все дело в нем». Это его взгляд на реальность. «Все дело в силе моей десницы». «Правильно ли такая перспектива или неправильно?» В стихе 15 мы видим Божью перспективу на эту же историю. Он говорит, «Величается ли секира перед тем, кто рубит ею?» «Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею?» Он сказал, «Ты моя секира в моей руке». «Я тебя изготовил, чтобы подрубать народы». «И ты надменный». «Ты думаешь, что все дело в тебе?» «Дело не в тебе, дело во мне». «И потому что ты гордый, вот что я сделаю с тобой». Стих 16. «Зато Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его». Итак, Бог говорит, «Когда я закончу использовать тебя, из-за того, что ты не видел подлинной реальности, я осужу тебя также». Подлинная реальность такова. Я всемогущий Бог. И если вы выражаете какую-то мощь, это потому что вы выражаете меня через вас. Итак, Бог видит все намного глубже, чем мы видим. И если мы придем к Богу в молитве и скажем, «Господь, помоги мне увидеть твою руку в правительстве вокруг меня». Он поможет вам увидеть ее. Вы знаете, когда Иосиф был продан своими братьями в рабство, произошло то же самое. Когда мы подходим к книге «Бытие», 15 глава, 20 стих, Иосиф дает резюме того, что произошло. Он говорит, «Ваши намерения во зло Бог обратил во благо». Потому что Бог желал сохранить жизнь многим. Поэтому если вы можете увидеть духовный мир, вы можете увидеть руку Божью. Если вы не видите ее, тогда вы видите силу своей десницы и думаете, что все дело в вас. И Бог скажет нам, что дело не в нашем могуществе, все дело в высвобождении Его могущества через нас. Дело не в том, что я пытаюсь жить хорошей христианской жизнью, а в том, что я говорю, «Иисус, высвободи свою любовь в эту ситуацию». «И я высвобождаю твою силу, твое могущество, твое помазание прямо сейчас, чтобы исцелить это тело». «Дело в том, что я вижу глазами Духа и вижу, что эти руки являются руками Иисуса в действии». Он говорит, что мы с вами являемся телом Христа. Поэтому я могу воспринимать это как Его тело или мое тело. Если я воспринимаю это как Его тело, а не просто мое тело, я продвинусь намного больше в моей христианской жизни. Давайте рассмотрим еще один пример того, как сила использовалась во зло. Когда Иисус был распят на Голгофе, если бы я стоял там, я бы сказал, зло восторжествовало в этот день. Мы видим ученика, близкого друга, который отвернулся от Иисуса за 30 серебряников. Мы видим предательство и алчность в действии. Мы видим, как толпа кричит, «Распни Его! Распни Его!» Мы видим фарисеев, которые пытаются подставить Иисуса и добиться Его убийства. церковь, которая разложилась. Бесхребетное правительство. Пилата, который пытается постоять за истинную праведность, он не хотел распинать Иисуса. Но они сказали, «Если не распнешь Ему, мы скажем, что ты не друг Кесарю». Мы сообщим Кесарю о тебе, и Кесарю знает, что ты предал нас. Итак, страх превозмог сердце Пилата. Он сдался и сказал, «Хорошо, распните Его!» Итак, вся эта сцена кажется мне порочной. Фарисейство, предательство, злость, гнев — все это зло. «Если бы я стоял там в тот день, я бы сказал, не говорите мне, что Бог правит». Правит толпа. Правит коррумпированное правительство. Видите, это то, что видят мои природные глаза. Вот почему Павел всегда молился и говорил, «Господь, открой глаза моего сердца, чтобы я мог увидеть глубины Духа». Давайте взглянем глубже, чтобы увидеть то, что видит Бог. Откройте вместе со мной книгу Деяний, 4 глава, 27 стих. В Деяниях 4, 27 мы видим, как Бог воспринимал то, что произошло в этот день. Его взгляд отличается от моего. Он говорит, «Господь предопределила рука Твоя и совет Твой». Давайте скажем это вместе. «Господь предопределила рука Твоя и совет Твой». «Господь предопределила рука Твоя и совет Твой». Давайте скажем это. Бог предопределил этот день. Бог запланировал этот день. Божий замысел был осуществлен. Бог правил. «Всемогущий Бог правил в этот день». Единственное, как я могу увидеть это, это в глубокой молитве. Я сказал, «Бог, Ты должен открыть мои глаза, чтобы я мог увидеть, что могущество во Вселенной — это Твое могущество. У меня нет никакого могущества. У сатаны нет никакого могущества. «Все оно Твое». И если мы выражаем могущество, это Бог, который выражает его через нас. Бог пытается привлечь каждого из нас в такой образ жизни. Чтобы мы могли усвоить, что Бог намного больше, чем мы привыкли думать о Нем. Итак, истина номер один — «Все дело в Боге». Вся ваша жизнь сводится к тому, что Бог производит через вас. Нам нужно молиться и говорить, «Бог, позволь мне увидеть это могущество внутри меня, что это Твое могущество». Давайте скажем вместе. Могущество внутри меня — это Божье могущество. Это действительно Бог, действующий во мне. Он всемогущий Бог. И потому, если я побеждаю грех, это потому, что Бог победил грех. И Бог высвободил это во мне посредством Духа, чтобы помазание разрушило ермо греха. Моя победа во Христе — во Христе. Она не во мне. Она в том, что делает Дух, а не то, что делаю я. Давайте скажем это вместе. «Все дело в Боге». Хорошо. Истина номер два. «Бог во мне». Давайте скажем вместе. «Внутри меня Бог». И это уже новая картина. Раньше я воспринимал себя как самодостаточную единицу. Я мог сам принимать решения, двигаться своим путем, заниматься своими делами. Бог сказал, «Это не так». Когда я был язычником, на самом деле я был рабом греха и сатаны. Не я решал, чего бояться, на что злиться, чего похотливо желать. Это бесы внутри меня искушали меня на это. У меня были спонтанные текущие мысли, которые приходили от бесов внутри меня. Библия говорит нам, что мы являемся сосудом. Давайте скажем вместе. «Я сосуд». Давайте скажем, «Я создан Богом, чтобы содержать в себе Бога». Давайте скажем, «Я пустой внутри». И как много того, что внутри меня, не мое, а того, кто содержится внутри. Так много из того, что внутри меня – это Иисус внутри меня. Давайте поразмышляем об этом на мгновение. Я перешел в христианство из лагеря нехристиан. И раньше я думал, что это я жил нехристианской жизнью. Но на самом деле это не так. «Я был рабом сатаны. Это бесы жили через меня». И я принес с собой это заблуждение в христианство и сказал, «Теперь я буду жить для Иисуса». И он мне сказал, «Нет, не будешь. Ты позволишь мне жить через тебя». И я сказал, «Нет, я думаю, это я буду жить для Иисуса». И он сказал мне, «Ты не можешь жить, потому что я распял тебя, и ты мертв». Вот как сказал об этом Иисус. Он сказал, «Я ничего не делаю по собственной инициативе, только то, что я вижу и слышу, то, что говорит Отец». Иисус сказал, «Я не делаю это от себя, я умру для себя и оживу для Духа внутри меня». И Павел сказал то же самое. Он сказал, «Я умираю ежедневно». Итак, здесь мы переходим к третьему принципу, который заключается в том, что мы настраиваемся на Дух, живущий в нас. Но прежде чем мы рассмотрим это, давайте продолжим рассматривать идею, в соответствии с которой мы сосуд. Есть три или четыре картины в Новом Завете, которые говорят нам о том, что мы из себя представляем. Мы сосуд, то есть мы пусты внутри. Мы ветвь, привитая к лозе. То есть мы не можем жить самостоятельно. Во мне ежедневно должен быть поток живительного сока, а иначе я умру. Это Божьи образы, которые рисуют нам, кем мы являемся. Мы не можем жить в одиночестве. Это было бы мертвым делом. Если мы делаем что-то от себя, это мертвое дело. Мертвое дело — это дело, которое я совершаю, будучи отрезанным от силы Святого Духа. Это лишь я, мое я в действии. Хорошо. Послание к евреям, 6 глава, стихи 1 и 2. Говорят нам, что первое, что я должен сделать, как христианин, это покаяться в мертвых делах. То есть просто прекратить совершать что-то самостоятельно. Пребывать в Иисусе. настроиться на поток и позволить Ему проистекать Своей жизни через Меня. Вот еще один образ в Новом Завете, который рисует нас. послание Колоссинам, в первой главе 18 стихе сказано «Он есть глава тела, церкви». «Мы есть тело, Он есть глава». То есть я больше, чем просто пустой сосуд. Я обладаю потоком живительного сока, проистекающего от Духа внутри Меня. Иисус, будучи моей главой, дает мне команды и направления в моей жизни. Вот как Он это делает. Он дает мне спонтанные мысли, которые возникают у меня в разуме. И я учусь жить на основании этих спонтанных мыслей и спонтанных картин. Я думаю, мы больше поговорим об этом в следующем занятии. Думаю, в этом уроке мы рассмотрим лишь два из этих четырех ключей. Хорошо, ключ номер один. Давайте повторим вместе. «Все дело в Боге». И ключ номер два. «Бог внутри меня». Давайте помолимся. Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты даровал нам откровение этих истин. Мы просим Тебя, чтобы наши глаза были открыты. Чтобы мы могли видеть Тебя как всемогущего Бога. Господь, позволь нам увидеть, что это значит. Поговори с нами об этом в нашей молитве в течение грядущей недели. Пожалуйста, помоги нам понять, что мы являемся сосудами, предназначенными, чтобы содержать Тебя. Что мы пустые внутри, что Бог живет внутри нас. И о том, что Его могущество высвобождается через нас. И дело не в нас, дело в Нем. Отец, мы молимся, чтобы Ты даровал нам более глубокое понимание этого. Чтобы мы могли научиться вступать в покой. И оставили свою борьбу. И прекратили свои усилия. И просто сказали, Иисус, мы высвобождаем Тебя. Иисус, разберись с этим для нас. В какой бы сфере ни происходила борьба, Иисус, я прошу Тебя, разберись с этим. Дух Святой, введи нас в это откровение, я молюсь. И мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам. Во имя Иисуса. Аминь.